Велосипедист Роман Еремкин передвигается на двухколесном транспорте ежедневно. Свой выбор в пользу велосипеда объясняет простотой в использовании и пользой для здоровья. За рулем безмоторного средства передвижения Роман 10 лет. Ездить предпочитает по проезжей части в одном потоке с автомобилями. Говорит, так быстрее и безопаснее. Но без знания и соблюдения правил дорожного движения, отмечает велосипедист, ехать по автомобильной дороге не стоит. Вы, во-первых, сами должны осознавать, что вы выехали на совместную территорию с автомобилем. То есть здесь нужно понимать, что ваше влияние между рядов никто предугадать не может. Велосипедист, он как транспортное средство имеет право двигаться по правому краю, проезжей части, то есть совместно с автомобилями в одном направлении. Сотрудники госавтоинспекции еженедельно проводят рейды по выявлению нарушителей среди велосипедистов и самокатчиков. В рамках акции «Внимание, дети!» экипаж ДПС совместно с полицейскими ловит тех, кто не соблюдают правила. Средства передвижения нарушителей сотрудники госавтоинспекции проверяют на предмет угона. Далее проводится профилактическая беседа. Если водитель признает вину, то на первый раз его могут отпустить, но с предупреждением. Ну а если подобное повторится, нарушителям грозят штрафы от 800 до 1500 рублей. Как показывает практика, так как мы стоим около пешеходного перехода, ни велосипедисты, ни водители электросамокатов не спешиваются при переходе, тем самым подвергая свою жизнь опасности. Также водители электросамокатов у нас подчиняются правилам пешеходов. Следовательно, они не должны передвигаться по проезжей части. Водителям, которые соблюдали ПДД и правила эксплуатации двухколесного транспорта, вручили светоотражающие значки и памятки. Вольфия Сафина, Никита Колосов, Максим Гусев. События.